В Нарвском замке состоялось торжественное очистивание лучших спортсменов города Нарва за 2013 год. Лучшими спортсменами Нарвы стали биатлонист Даниил Степченко и стрелок Анжела Ворнова. Поздравить спортсменов пришли председатель Нарвского городского собрания Тарму Тамисте, мэр города Нарвы Эдуард Эст, председатель комиссии по культуре и спорту Владимир Бутузов и председатель комиссии по молодежной работе Лариса Оленина. Спорт всегда был в почете в Нарве и показатель тому, что в этом году Гояна Ридян, Тарья и Таниль участвуют на Олимпийских играх в Сочи в составе сборной Эстонии. Мы все помним наших крепцов, наших стверков и многих других спортсменов, которые представили нашу республику на большие соревнования. Хотелось бы вас всех поприветствовать от имени Горбравы. И поскольку все вы являетесь больше людьми дела, результатов, а не слов и обещаний, то перейти сразу к тому, что сказать вам огромное спасибо за тот результат, которых мы достигли в 2013 году и за которыми мы очень вам благодарны, потому что мы знаем, что спортсмены являются таким же лицом города, как и ее власть. И чем чаще вы попадаете в регисталы, чем чаще вы попадаете в каналы массовых информативных источников, тем чаще и лучше говорят о нашем городе. Спасибо вам за эту проделанную работу. И хотелось бы, естественно, пожелать удачи, которая, естественно, всегда сопряжена и основывается на большом труде, на входе, на вдохновении, на вкладе, и которая должна присутствовать и, естественно, сопровождать вас в этом году. На церемонии чествования лучших спортсменов были награждены все нарвские спортсмены за достижения как на мировых первенствах, так и местных соревнованиях. Помимо лучших спортсменов были отмечены и их тренера. Лучшими наставниками спортсменов стали тренер по стрельбе из Пайморской спортивной школы Александр Макаров и тренер по биатлону спортивной школы «Энергия» Евгений Вшивцев. И как итог, я хочу сказать, что и городские власти, в общем-то, относятся к этому с пониманием то финансирование, которое получают спортивные школы, оно не уменьшилось. А спортивные клубы в этом году получат финансовую поддержку на одну треть больше. Несмотря на то, что бюджет нашего города уменьшился на 23%, отношение к спортсменам, оно не ухудшается в связи с нехваткой денег, а только улучшается. И впереди, я думаю, вот в недалеком будущем работы идут и над велодорожкой до Усть-Нарвы, а может быть и дальше, и строительством релико-физического манежа, о котором очень много говорили, говорят, но все равно мы это воплотим в жизнь. Слава Богу, что в городе так много соревнований, наши ребята, и не только ребята, и жители могут заниматься спортом. Поэтому вам спасибо за ваш эвизиазм, за ваш творческий подход к делу и за те успехи, которые есть. Потому что всегда приятно, когда или в газете, или на радио, или на нашем местном телевидении говорят о том, что на пол опять лучше. Поэтому вам здоровья, сил и добрых достижений. Помимо награждения спортсменов, городские власти от имени Нарвецян пожелали удачи и успехов в биатлонистам Даниилу Степченко и Дарье Юрловой на предстоящих зимних Олимпийских играх в Сочи.